Впереди выбор у нас. Мы все наивно полагаем, что мы имеем право выбора. Ближе к маске. Мы наивно полагаем, что мы имеем право выбора, но это не совсем так. Я столкнулся с ситуацией, когда на меня 29 августа, помню, 2018 года, наложили штраф, когда я попытался сделать замечание в протоколе, чтобы полицейские... Люди хотят слышать, говорите, или громче, или ближе. Хорошо, когда я попытался внести замечание в протокол, чтобы полицейские нарушают мои права, и в чем заключается нарушение? Полицейский стал меня избивать по рукам. Боже, это было где? На Ботанике, на улице Рос. Три года назад полицейские били по рукам? Да, били по рукам, выбили у меня ручку, я не мог... То есть мне препятствовали, чтобы я вносил замечание в протокол. Ага. Я стал возмущаться, стал звонить в разные инстанции, попросил меня, чтобы дали... Телефон на дежурной, дежурной или оперативной части. А это где было, на улице или... Ну, на улице, меня на машине остановили. А, понятно. Я не связался с офицером по внутренней безопасности полиции, тот не стал меня слушать, стал консультироваться с тем, и проинструктировал, что со мной делать. Ага. Вот. Я возмущенный тем, что со мной нейтрально поступили. Протокол мне отказались выдать. Протокол оборонушения отказались выдать. Сказали, ну, иди это самое. Потом, потом... Ага. Ага. И... Документы мне тоже отказались выдать. Я сказал, я еду к прокурору, потом будете разбираться с ним. Сел в машину и направился к прокурору. Значит, соответственно, меня этот полицейский догоняет, опять останавливает, говорит, мы составляем в отношении тебя второй протокол. Говорю, я никаких нарушений не составил. А вот за то, чтобы это самое, мы составляем второй протокол. Ну, да. Составил он второй протокол. Короче, на мне висели уже два протокола. За одно и то же правонушение, совершенное в один и тот же момент. За одни и те же действия. Какие действия? Ну, он считал, что я неправильно повернул, сделал поворот. Так и что, два раза повернул неправильно? Ну, он просто хотел меня наказать. Понятно. Я написал жалобу в прокуратуру генеральную, написал жалобу в прокуратуру ботаники. И написал заявление в полицию, чтобы мне предоставили материалы дела для ознакомления, включительно этот протокол. Потому что мне один протокол, второй мне дали на руки, а первый отказались выдать. Я опасаюсь того, что они таким образом хотят сфабриковать какое-то дело. Значит, я попросил, чтобы мне выдали эти два протокола и два дела. Если я не существую, либо одно дело. Ага. Хотя должны были одно дело дать. Мне отказались. Полиция промолчала, ничего не мне не ответила в первом начале. Потом они... Потом, когда я стал обжаловать в суде, продолжал обувствовать на один протокол, потом понял, что меня обманывают, и я продолжал обувствовать на второй протокол. Вот. И пытался выяснить, потому что я не понимал, куда, какие дела уходят. Почему? Так вы, если не видели один из протоколов, вы не могли его обжаловать? Я обжаловал то, что вы его не видели. В этом и заключается весь фокус нашей правоохранительной системы. Ага. И полиция, и прокуратура. Мою жалобу, которую я подал в прокуратуру Ботанико, теперь мы направили в... В полицию? В полицию. И полиция ее направила в суд. Якобы, чтобы суд должен разобраться с этой жалобой. Я об этом не знал, то есть меня никто об этом не уведомил. И вторую жалобу я тоже обжаловал. И когда я попытался обжаловать уже второй протокол, во второй жалобе я обжаловал два протокола одновременно, чтобы выяснить, какая там судьба была. Потом выяснилось, что появилось какое-то дело. Я прикажу в суд, говорю, какое дело в Арсманку? Уголовное или тоже правонарушение? Никто мне ничего не говорит. Я обращаюсь с жалобой к прокурору. То есть моя жалоба с Генеральным прокуратурой попадает в прокуратуру Ботанико, чтобы те разобрались с моей жалобой по факту того, что меня избивали по рукам и нарушили мои права при составлении протокола пронушения. Прокурор волокитил это дело. То есть моя жалоба была подана, скажем, 31 августа. И только в декабре прокурор решил взяться за рассмотрение моей жалобы, что я прислал на все инстанции. Того же года, 18-го, да? Того же года, 18-го. Потому что прокурор не хотел заниматься этим делом. Понятно? Вот. Я потребовал, чтобы мне предоставили адвоката. Адвоката мне предоставили формально. Скорее всего, государственного. Государственного. Вот. Потому что тот со мной не консультировался, не интересовался моей позиции в суде, моей позиции в прокуратуре. Не консультировал меня, ничего не сказал. А когда меня прокурор допрашивал, он сидел и молчал. Прокурор задавал вопросы и требовал, чтобы я отвечал только то, что он хотел записать в протоколе. В протоколе допроса. То есть, аргументы, которые говорили о нарушениях моих прав, он просто исключил изначально. Я смотрю на адвоката и говорю, что? Он говорит, вы пишите. Я расписался. То есть, расписался адвокат, расписался я. Говорю, как вы? Ну, мы потом посмотрим, какой он даст ответ. Я слышу какой ответ. Я сразу заявляю этому адвокату. И пишу заявление об отводе прямо в этом в прокуратуре. И прокурору или только адвокату? Только адвокату. А, понятно. Прокурор еще не высказался. Ну да. И когда пришел в суд, в суде, в прокурор, и не принес никакие материалы дела, и даже не шла речь о том, что он вынес какое-то постановление. Потом, спустя неделю или две, он говорит о том, что в тот день, когда я заявил адвокату, что он якобы вынес разрешение. Ну, фальсификация пошла в том. Но вопрос в чем? Когда я говорю, я затронул этот вопрос, и затронул, если вы помните, я затронул вопрос изначально о выборах, о праве, о нашем конституционном праве право избирать и быть избранным. Право на доступ к информации. Дело в том, что позиция, значит, позиция полицейских, полиции, патрульной полиции, позиция прокурора, а затем позиция двух судей, по-моему, Чабана, если не ошибаюсь, женщина, судья на Рашкановке, и потом другая судья Бивола, если не ошибаюсь, Татьяна, которая из Рашкановки пришла на Буиканы, меня удивило. Они отказывались объединить эти два протокола в одно производство. Говорили, что это разное, но если вы говорите, что разное, вы истребуете, посмотрите. Если там одна и та же, одно и то же действие рассматривается, вы должны применить соответствующую статью Кодекса Прогонушения, что за одно и то же прогонушение дважды не привлекаются. Отказались, понимаете? Понятно. Это уже нарушение процедуры, первое. Второе. Для меня было интересно, почему от меня скрывают первый протокол? Почему? Что там такое записано? Я никак это понять не мог. В январе месяце, в конце января, если не ошибается, или в начале февраля... Уже следующего года? 19-го года, да. Я случайно узнаю в маршрутке, узнаю все шесть бизнесменов, там юристы, начальники компании и так далее, между собой обговаривают вопрос. Все они возмущаются, что за январь месяц был поставлен сплошные облавы и штрафовали вот эти юридические компании. То есть они, уже имея мой опыт, пришли на физических лиц и тропы. Но конкретно штрафовали компании. Они возмущались, что мы вставили штрафы, максимальные штрафы, и максимально заставляли их оплачивать. Понимаете? За что? Штрафы? За любые нарушения. Понятно. Одно из... Одно из... То, что их больше всего удивило и возмутило, то, что они наложили штраф на какую-то строительную компанию за перевес или перегруз цементовоза. Возможно, что здесь есть. Я не в курсе там как. Но штраф... Размер штрафа 50 тысяч рублей. Когда я говорил с мастером одним, который работал в строхе, он говорит, 50 тысяч для строительной компании это губительно. Если компания маленькая, она уже банкрот. Если это средние руки, она на эти деньги будет возвращать 4-6 месяцев. То есть это достаточно обременительные такие штрафы. И очень много строительных компаний пострадало. Потом почему? В прессе появилась информация о том, что якобы штрафовали только на сумму 3 миллиона. Для меня это было странно. Большое количество компаний жалуются на большие штрафы. И только 3,5 миллиона лет ушло в казну. И тут у меня... Я вспомнил, что в отношении меня этот протокол... Мне отказали предоставить информацию, куда... Почему я тревог. У меня уже с октября или с декабря месяца возникло сомнение. Если полиция скрывает, если суды скрывают, если прокурор скрывает, значит деньги с моего счета предназначились... Должны были уйти на какой-то конкретный счет. Персональный. Но не... Но вы не оплатили ни один, ни другой штраф. Я обжалывал их в суде. Оба, да. Оба обжалывал, понимаете? Они надеялись, наверное, получить деньги. Вот я на это и хочу обратить внимание. Понятно. И вот у меня... Почему я сейчас говорю право избирать и быть избранным? У меня сейчас есть сомнения в том, что... Или обоснование, сомневаться в том, что благодаря вот этого такого рода информации, либо принуждений, люди оплачивали штрафы, возможно. Либо на тот счет, либо их заставляли... Мы тебя освободим от штрафа, если ты заплатишь на какой-то благотворительный счет. Это говорят, что существует такая практика у нас в Молдове, именно когда ты имеешь дело с властной структурой. Насколько это правда, я не знаю. И потом на эти деньги они могут делать предвыборные кампании, да? На эти деньги... Концерты и все что угодно, да? Я поэтому и говорю, что у меня, когда прошли вот эти выборы, февральские выборы, и когда Демократическая партия взяла большое количество в парламенте, я был удивлен. Понимаете? Про социалистов вы не были удивлены или про партию Шора? Ну а кто контролировал? Кто контролировал полицию? Кто контролировал полицию, у меня к тем не вопрос. А чем закончились суды по тем протоколам? Значит, судья, который говорит, что полиция якобы отменила свой протокол, и она мне отказала в моей жалобе. Другая судья признала незаконными действиями, отменила протокол. То есть, в принципе, два протокола аннулированы. Круто. Почему здесь круто? Если нарушено мое право на избирателя. Я не хочу, чтобы были коррупционеры у власти. Давайте баллотироваться. И по этому факту, по факту того, что я не хочу, чтобы в парламент прошли коррупционеры, я подал жалобу в полицию Рыжкань по факту о нарушении моих правов. И подал жалобу против четырех высокопоставленных офицеров патрульной полиции по факту о нарушении моего права на доступ к информации. Этого бедного, констатирующего субъекта участкового полиции, участкового полиции Рыжкань, при мне, начальника опорного пункта, буквально издевался над ним. В конце концов, вместо четырех офицеров, он составил протокол только в отношении одного. Хотя он должен был составить в отношении всех четырех. В итоге, когда это лицо полицейский обжал в суде, суд так и вынес решение. Он является исполнителем, а вот ответственным высокоопоставленным вы должны были привлечь к высокоопоставленным. Если бы он зацепил всех четырех, круг бы замкнулся. Понимаете? И они бы все четверо отвечали, каждый по своей мере. Но поскольку было сделано, умышленно было сделано так, чтобы освободить. И реально, и до сих пор, никто не может сказать, что содержалось в этом протоколе. Потому что, когда я уже через суд задревался, этот человек, который говорит, что в отношении него неправильно был составлен протокол, я запросил, говорю, пусть ему предстоит этот протокол. И то, что раньше прокурор, гонцы, если не ошибаюсь, ботаники, говорит, что этого протокола нет, я не могу его представить. В декабре 2018 года. В июле 2019 года появляется копия первого листа протокола о правоношении. Так а сколько листов на протоколе? Один только? А где? Значит... Одна сторона и другая? Реально? А, две страницы. Две страницы. Так вот показал, он принес только лицевую сторону, а обратную, где расчетный счет, банковский счет, он не показал. Понятно. И вот у меня до сих пор, если целый год, такие структуры, как полиция, высокопоставленное руководство полиции. Три суда, считайте, от Биво, который я рассматривала на Буйканах, на Рашкановке, Чабанову, Слениш-Вайс-Гелина. Потом женщина, которая рассматривала мою жалобу, привлечение по факту нарушения моих прав на доступ к информации в отношении третьего лица, никто из них не приложил никаких усилий, чтобы информировать, кто на какой счет ушли деньги. Ушли бы, если заплатили, да. Да, ушли бы, должны были бы, должны были бы уйти, понимаете. И более того, я подал жалобу на незаконные действия данного констатирующего субъекта по факту того, что он не привлек трех юлиц, про которые я его сказал. Я подал жалобу в полицию в Рашкане. А по какой статье его оштрафовали? Вернее, его нештрафовали. Нарушение моего права на доступ к информации это статья 71 Кодекса правонарушения. А, понятно. Статья 71 Кодекса правонарушения дает мне право на доступ к информации. Понятно, да, да. И он прилег только одного, должен был привлечь четырех, либо установить, кто из них виноват. Понятно. Когда я подал жалобу на незаконные действия констатирующего субъекта полиции Рашкане, полиция Рашкане отказалась передать дело в суд за Чикану. Я обратился в суд Чикану, спросил, есть ли эти материалы. Да, обязали, да. Я опять запросил в полицию. Те сказали, мы не передаем, потому что вы должны рассматривать Кодекса правонарушения в рамках закона административного судья. Но не они решают этот вопрос. Если я обжаловал процедуру, это рассматривает только суд, и только суд определяет порядок обжалования. А они этого не сделали. И это подчеркивает, в очередной раз, вот я подчеркиваю, то есть выборы прошли, понимаете, выборы прошли. И в ход моей жалобе не дали решения. В последний момент я узнаю, что данное лицо, в отношении которого был составлен протокол о правонарушении, и которого оправдали, якобы оправдали, понимаете, он занял высокопоставленное лицо, то есть он участвовал в уничтожении этого протокола первого, понимаете, а за то, что он себя так хорошо повел и доказал, что он был руководителем юридической службы в патрульной полиции. А поскольку он себя хорошо проявил, то он пошел даже на повышение. То есть после судебного разбирательства он его повысил. А этого, который создал протокол, его, по-моему, перевели, потому что когда он пришел в суд, где разбиралась эта жалоба, в суд Чикаго, где разбиралась жалоба по факту нарушения моего права на доступ к информации и протокол в отношении этого полицейского, понимаете, этот полицейский, похоже, его перевели уже в патрульную. То есть либо в патрульную, либо его хотели вообще уволить, понимаете, и, возможно, его хотели уволить по статке. То есть, когда я говорю, вот эти все вопросы я связываю, у меня возникает только одно, что этих лиц, которых штрафовали с августа по февраль месяц, и, возможно, вот этих лиц, в отношении которых была проведена облава в течение января-февраля месяца, с них снимали бабки, деньги, извините изображения, с них снимали деньги и направляли их на предвыборную кампанию. Я не говорю о демократической партии, я говорю о узкого круга лиц, либо о конкретном лице. Понимаете? И на эту мысль меня натолкнуло следующее. Потому что прокуратура выяснила, что, к примеру, по аналогичной схеме работали полицейские в МРО «Ботаника». То есть, мы проходили тестирование на автомобиле. Мы платили налоги за, там, сто лет, примерно, сто, у кого же свой размер, оплачиваешь за прохождение тестирования, и где-то 700, 800 или 1500 лет, в зависимости от машины, ты оплачиваешь налог за автомобиль. Деньги не уходили за налог, а уходили конкретным двум офицерам полиции. Говорят, они занимали должность подполковника или полковника. Я не знаю, кто они такие, что... И каким образом они умудрились заставить работников Молдинкомбанка, по-моему, там Молдинкомбанк, я не помню сейчас, не хочу... Работников банка, которые находились в этом, как они заставляли. Но среди водителей именно этот слух шел. Это не было афишировано, это нигде... Вот эта информация долгое время бродила среди водителей. И вот эта информация, она как бы была увязана с той информацией. Поэтому, когда сейчас Майя сам подняла вопрос о том, что нужно переизбрать парламент, это один из самых актуальных вопросов для того, чтобы восстановить хоть частично мое право на выбор. Я сейчас... Почему я сейчас об этом говорю? Я обращался, по-моему, к социалистам и указывал на множество нарушений, и затронул, в частности, оттуда нарушения. Ну, возможно, они там пропустили, поскольку это... У меня есть убежденность, что вот эта схема, которая была использована в отношении меня и в отношении ее юридических лиц, ну, я надеюсь, и надежда, либо убежденность, либо надежда, в том, что при избрании в президенты Майя Санту и при избрании в примара Чабана не использовалась. Понимаете? Я на это надеюсь. Потому что я не слышал таких скандалов. И надеемся, что новая власть прекратит эту практику? Нет, я... Вот мое выступление сейчас, оно направлено именно на то, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на то, на источники финансирования. И когда я сейчас говорю об этом, почему я обращаю на это внимание? Лицо, которое получило повышение, оно получило повышение... То есть в отношении его был составлен протокол по статье 71 кодекса про нарушение права обоснованной информации, понимаете? После того, как его опроводали в июле месяце, если не ошибаюсь, он уже в августе или в октябре он стал занимать высокие должности в патрульной полиции. И это в то время, когда премьер-министром была Санту и Настасья. Но Настасья, я, насколько я понял, он оставил... Его проблема заключается в том, он поэтому и проиграл выборы в премьер-министре, потому что он не боролся с коррупцией, он оставил тех людей на местах, как и в мире. И те люди продвигнули своих людей вот таким вот способом, про который я говорил. То есть схема получения денег и финансирования незаконного финансирования выборов, она так и осталась. В крайней мере, для меня она осталась под вопросом. И кто этим будет пользоваться, неизвестно. Но тогда в президентских выборах не участвовали люди в Плохотняках, в выборах в премьер-министре не участвовали люди в Плохотняках. Но сейчас у них есть шанс взять реванш. И вот эти люди в Плохотняках сейчас поднимут этот вопрос. Потому что ни одного человека, связанного с Плохотняком, никого не привлекли к ответственности. Никого не отстранили от должности. Все они остаются на дне. И я опасаюсь этого. Понятно. Именно поэтому сейчас, когда я прихожу в суды, надо мной смеются. Вот у меня сейчас есть дело против констатирующего субъекта. Дело фабрикуют. Понимаете? Вот судья Бузу сфабриковала дело. Констатирующий субъект сфабриковал дело. Полиция сфабриковала дело. Примарея знает о том, что есть нарушение, но молчит. Отмалчивается. Понимаете? Потом я вот жалился. Сейчас буквально недавно был суд. Судей Чабан, если не ошибаюсь. Я жалился у судей по факту нарушения прокурором Лупашко моего срока в немедленном ознакомлении с материалами дела и с поставлением прокурора. То есть, решение должен был суд в течение 10 дней рассмотреть, но мы не можем рассмотреть 10-дневный срок это решение только потому, что прокурор Лупашко 8 месяцев не предоставляет мне материалы дела. Я не могу знакомиться с материалами дела. И это дает мне основание полагать, что те люди, которые сейчас делают, они уверены в своей безнаказанности. Они знают, что схема работает. И по этой схеме опять придут те же люди, которые были. И может быть даже их будет больше. Вот этому я ей опасаюсь, что будет их больше, чем было бы с 2019 года по настоящий день. Но это пока что так. Если вы хотите, в следующий раз я вам представлю еще другую информацию. Хорошо, ждем вас по воскресеньям на открытом микрофоне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА